Приветствую всех, сегодня я вам расскажу про мини-игру L2M, мини-игра, которая доступна до старта игры. Те, кто пошел предрегистрацию, создал персонажа, ею можно воспользоваться двумя способами. Первое это с сайта, второе это через пророжение Purple, про которое я рассказывал в прошлом видео. Ссылочки я оставлю в описании. Итак, как в нее играть и какие могут у вас возникнуть проблемы. Во-первых, игра доступна только в дневное время, поскольку мы аккаунт создавали без подтверждения корейского номера. Доступ к игре разрешен с 8 или по-моему с 7 утра до 11 вечера по корейскому времени. То есть будьте внимательны, если это вы в Москве, это плюс 6 часов. Примерно ориентируйтесь. В это время ночное вам не будет доступна игра, поскольку она... Нету подтверждения корейского номера о том, что вам есть 18 лет и в Корее есть закон, который запрещает детям играть в ночное время. Также при заходе в игру меня спрашивают, где достать сундуки. Вот они вам начисляются 5 штук сундуков и один сверху за ежедневный вход. Плюс сундуки также можно получать за то, что вы делитесь записью о игре в социальных сетях. Участвуйте в различных акциях и после установки программы дополнительно вы также будете получать один сундук, если вы через программу Purple запускайте. Открываем ящики, которые нам либо выдают, либо у вас уже есть в инвентаре. Дальше у нас есть некоторые ресурсы в виде камней, рун и волокон, с помощью которых мы пробуем создавать предметы. У нас также есть некоторые предметы, если мы успешно их создали, которые тоже надо одеть. Одеваются они средней кнопкой и снимаются. Если они не одеты, есть иконочка E, Equip. Если они не одеты, то они просто находятся у нас в инвентаре. Вот это вот свиточки проточки экипировки. Успешно экипировка точится до 6. С 6 дальше у нас какой-то есть шанс, что она сломается. Смысл игры заточить как можно более лучше по грейду оружие и одеть это на персонажа. Чем больше мы получаем очков, тем больше наград нам выдадут, которые уже можно будет забирать в игре. Итак, рассмотрим создание предметов. У нас есть второе менюшка снизу, где мы выбираем тип оружия, который мы будем крафтить, и грейд. Чем выше грейд, тем ниже шанс того, что мы создадим этот предмет. В принципе, можно начинать там с синего и выше грейда. Нажимаем кнопку, пробуем его скрафтить. Он у меня не скрафтился за крафт предмета. При неудаче вам выдаются свитки для проточки. Таким способом мы продолжаем крафтить предметы, пока мы успешно не скрафтим их, пока у нас есть ресурсы. Например, у меня ресурсы кончились, я попробую скрафтить более низкого грейда. Тоже не скрафтилось. И у меня ресурсы закончились, я не могу больше скрафтить. При успешной крафте у вас появится иконочка синенькая о том, что предмет скрафтен. И он у вас появится в инвентаре с нулевой заточкой. Нажимаем на предмет, нажимаем первую кнопочку. У нас здесь будет иконочка свитков. И плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре, плюс пять, плюс шесть. Синим на экране указано будет, что точка будет безопасна. У нас повышаться будут некоторые характеристики. И мы таким образом повышаем очки. Если после шести вы хотите точить предметы, будьте внимательны. Они точатся с возможностью поломки. То есть я, например, сейчас могу попробовать поточить. У нас может быть успешно или не успешно. В данном случае у меня точка пришла успешно. Но чем выше уровень заточки, тем больше шанс, что оно сломается. Здесь указаны призы, которые мы можем покупать за очки. Эти призы уже будут выдаваться в самой игре, когда вы набираете очки. И их можно уже использовать будет после запуска игры. Здесь небольшая указанная инструкция про классы. Нам нужно создать оружие на все классы, получается. Попробовать его заточить. Чем оно лучше, тем больше очков мы получим. За определенное количество очков нам будут начисляться дополнительные бонусы в виде монеток, которые мы можем тратить на различные предметы для покупки. Для того, чтобы мы их получили в игре. И те, кто будет занимать топ-места, получат определенные за это награды. В принципе, это все. Вот такой красненький гайдик по созданию предметов в мини-игре. И как в нее играть, и что она дает. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь с нами. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.